Доброе утро, мир. Доброе утро, мир и люди, живущие в нём. Пишите мне, что я в эфире, в обоих моих телефонах. Традиционно 9.20, утро с Горбач, утренние эфиры. Жду вас. Хочу понимать, что меня везде видно и слышно. И как мы решили с вами в одной из предыдущих сред, по средам, в одной из предыдущих эфиров на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, не помню уже точно, что по средам мы делаем с вами такой день достоинства. День, когда я буду вам рассказывать, рассказываю о этапах формирования достоинства, о том, что это за зверь, в каких моментах, в каких этапах, как он, он зверь, формируется, ну и с чем его едят. В предыдущих, да, это я напоминаю для тех, кто не смотрел предыдущие эфиры, начинали мы с, по-моему, какого-то там сентября, и в принципе мы рассматриваем, я рассматриваю достоинства, и приглашаю вас рассмотреть достоинства с этой же точки зрения, я рассматриваю достоинства как ценность жизни, ценность собственной жизни и ценность собственного тела. Если вы полезете искать в гугл всё, что связано с достоинством, вряд ли вы эту точку зрения найдёте, если найдёте, поделитесь, я не находила. Ещё раз, я не находила, не значит, этого нет, я не находила, значит, что я не находила. Если вы найдёте интересный взгляд на достоинства, поделитесь, пожалуйста. С точки зрения расстановочного подхода, да, достоинства, есть такая практика, я пару раз её проводила, периодически её провожу, когда человек получает контакт с энергией достоинства, так вот, если мы говорим с точки зрения контакта с энергией достоинства, это очень похоже на, ну, что называется, любовь Творца. Это такая потрясающая, основополагающая жизнь и полагающая энергия. Да, а вот с точки зрения, но многие люди теряют ценность своей жизни, и в этом есть ценность жизни, ценность собственного тела, в этом и есть любовь Творца на самом-то деле, если посмотреть так поглубже. Так, Света, доброе утро, привет, Танечка, доброе утро, мир, спасибо большое, Катюша. Те, кто присоединяются, пишите, пожалуйста, доброе утро, мир, доброе утро, люди, живущие в нём. Мы сегодня с вами будем говорить о втором этапе формирования достоинства. Я напрямую связываю чувство собственного достоинства, напрямую связываю с контактом с собственным телом. Ещё раз чуть-чуть резюмируя, да, сейчас пойдём уже в то, о чём я предложу вам посмотреть сегодня. Больше для тех, кто не смотрел предыдущие эфиры. Да, чувство собственного достоинства – это когда я ценен, да, когда я достоин. Я достоин чего-то, на самом деле это про я достоин жить и всего того, что эта жизнь предлагает. Достоин выбирать из всего того, что эта жизнь предлагает. Ценность собственной жизни, многие люди путают, но ценность собственной жизни равна ценности тела. Равна ценности тела. Сегодня я долго об этом говорить не буду, мы об этом говорили на предыдущих эфирах. Ценность собственной жизни равна ценности тела. А посему достоинство равна ценности тела во многом. И формируется достоинство, как ни странно, в теле. И мы говорили об основных функциях достоинства, не функциях, вру, извините, это не функция достоинства, это его составляющие, это его такие кирпичики, из которых строятся. Мы говорили про заземление, про способность находиться в теле здесь и сейчас. Мы говорили про границы, про защищенность, про разные границы, про это тоже ещё будем говорить. Мы говорили про центрирование, способность быть в центре себя. И начинали прошлый эфир, прошлая среда. Кто не смотрел, можно отлистать. В Инстаграм это сделать проще, можно это сделать на моём YouTube-канале, отлистать эфиры назад, они там вообще идут подряд, по-моему, и найти. Мы говорили, первый этап зарождения достоинства, когда зарождаются телесные границы, когда это самый-самый первый момент, даже не момент, период от возраста, от второго триместра беременности до приблизительно трёх месяцев. И это первый этап зарождения достоинства, это было на прошлой неделе. Сегодня мы говорим о втором этапе зарождения достоинства. Вот второй этап зарождения достоинства я соотношу с потребностями. Или то, что я называла ценность собственных желаний. Когда мы говорим про ценность жизни, попробуйте сейчас подумать, не подумать, подумать плохое слово, попробуйте сейчас почувствовать, ощутить настолько, насколько это возможно. Что делает вас вами? Что делает вас вами? Не на уровне головы, да, что отличает вас. Вот у меня цвет волос белый, а вот у кого-то там цвет украшенный. Да, у кого-то там жгучая брюнетка, а кто-то шатенка. У кого-то голубые глаза, да, голубые глаза, голубой цвет глаз, у кого-то по-другому. А что внутри вас? Внутри вас, что делает вас вами? Одна из самых первых составляющих, что вот как вы ощущаете, что это я? Через что? Попробуйте ответить. Понятное дело, что я не буду долго, долго вас томить, я выдам свою версию. Я совершенно, опять же, не претендую на истину в последней инстанции. Это моя точка зрения. Что делает вас вами? Просто мне бы хотелось, чтобы вы попробовали как-то соединиться, немножечко заглянуть внутрь себя. Тогда будет понятнее, про что я говорю. Дыхание. Нет, неправда. Дыхание не делает вас вами. Оно делает вас живым. И оно запускает очень много функций, Тань. Но дыхание не делает тебе это будет. Не могу словами сказать. Я тебе помогу, но думаю, что мы говорим про «Доброе утро, мир приветствует от съездки». Что делает вас вами? Желание. Вас вами делают ваши желания. Контакт с собственным. Вот эта вот уникальность желания, когда оно ваше, глубинный, глубинный импульс, потом это желание в более позднем периоде возрастного, мы об этом будем говорить на следующую среду, перерастёт в действие. Но первичные, глубинные, вот эти, вы знаете, которые откуда-то из другой. Я – это я, а второе такое нету. Это слова. Я с вами согласна. Вы – это вы, а второе такое нету. А что именно делает вас? Вами. А второе такое нету. Что именно? Это понятно, что вы – это вы, а второе такое нету. А что именно обуславливает это? Да? Так вот, это ваши глубинные желания. Если вы начнёте вот внутрь себя погружаться и как будто бы шелуху снимать, и я сейчас не про желание там машины дома, а что там ещё желают обычно, да, путешествия, либо чувства. Да, чувства. Вот эти вот чувства, это чувствование себя и чувствование от чувствования себя вы будете осознавать через чувствование, контакт с собой, да, через чувствование своих желаний. Единственная, не единственная, а огромная разница есть между вашими истинными желаниями и теми желаниями, которыми вам навязывают потом родители, потом социум, там, партнёры, и вы сами себя убеждаете в чём-то, что вы хотите. Вот в этом есть гигантская разница. Так вот, я сейчас не про те желания, которые вам навязаны, да, и те желания, которые, в принципе, достаточно сложно бывает осуществить. Я сейчас про глубинные ваши устремления. Знаете, когда люди хотят денег, никогда они денег не хотят. Неправда. Люди не хотят денег. Люди хотят то, что эти деньги им дадут. И на самом деле, то, что им кажется, эти деньги им дадут. И на самом деле, когда человек говорит, я хочу денег, и потом начинаешь разговаривать, оказывается, что он хочет машину. А потом начинаешь разговаривать, оказывается, что он хочет не машину, а комфорта, или не машину, а внимание противоположного пола. И не машину, а что-то, что за этим стоит. Так вот, вот это что-то, что за этим стоит, вот эти первичные глубинные желания, и есть то, что делают вас с вами внутри, в очень глубоком уровне, в очень глубоком слое вас. По-моему, так будет правильно сказать. И самое первое, вот эта ценность этих желаний, то есть второй этап формирования достоинства, это ценность собственных желаний, это способность ощущать, осознавать свои желания, осознавать их ценность. И эта история формируется, я не знаю, для вас новая-то, как-то вы так, то ли вас мало, может быть, сегодня, то ли вы проголомшли, то ли для вас неожиданная новость, то ли просто всё окей, что тоже может быть. Так вот, самая первая этапа вот этого контакта с ценностью своих желаний, ценность своих желаний, происходит, простите, в самом раннем возрасте, вот месяца жизни. И этот такой период, в динамике его называют структура потребностей, то есть этот период формирования так и называется, потребности, когда у ребёнка формируется навык распознавать свои потребности и удовлетворять их, быть в контакте с ними. В этом периоде один из моих… Хотя я так говорю, знаете, иногда один из моих любимых, как будто у меня есть нелюбимый. Я понимаю, что каждый раз, когда я рассказываю про что-то, я говорю о том, что это один из моих любимых. А если желание притуплено и довольствуешься тем, что есть, сформулируйте вопрос. То желание притуплено… И что именно это я хочу спросить, Таниш? Если желание притуплено и довольствуешься тем, что есть, то желание притуплено и довольствуешься тем, что есть. И эта структура не сформировалась. Я вопроса не вижу. Здесь есть констатация фактов. Вот констатация фактов, да, очень часто желания бывают притуплены и довольствуешься тем, что есть. И пока довольствуешься тем, что есть, не двигаешься к реализации дальше. А самого вопроса, сформулируя вопрос, я смогу на него ответить. Я не понимаю, на что ответить здесь. Так вот, смотрите, этот период жизни приблизительно от... В котором формируется ценность собственных желаний, навык их слушать и навык их удовлетворять. От месяца жизни до... Sorry, да, от месяца жизни до примерно полутора лет. Для меня это новое, но классно сказано. Беру себе welcome... Смотрите, в этом периоде что чувствуют основные его, основные действия ребёнка, основные жизненные процессы ребёнка? Ребёнок в периоде от месяца жизни до полутора лет, это большой период, это гигантский, ну такой скачок развития ребёнка, да? И в этом ребёнке, что человечек, ну, какие навыки приобретает? Он приобретает навык чувствовать голод, насыщение, да? То есть, когда я чувствую голод и когда я чувствую, что я уже наелся, я не хочу. То есть, я хочу, не хочу. Чувствовать баланс, и встроить баланс, и ощущать желание спать, бодрствовать, да? Хочу пить, не хочу пить, это рефлекторные такие желания, да? Даже не желания, это рефлекторные такие импульсы, да? Вот такие изначальные, очень-очень глубокие физиологические импульсы. Заболел животик, извините, там, ну хорошо, по грамотному, да? Там, дефекация, или там, помочился. Ну, у маленького ребёночка это обычно не так, да? Ну, в смысле не так. Так, просто говорят это другими словами, да? Заболел животик, попукал. Связь, о! И в этом периоде ребёнок полностью идентифицирован со своими желаниями. Он изучает эти желания. Это очень глубокий телесный, бессознательный, ну, как бы ещё бессознательный довербальный уровень. И когда в это время, когда рядом находится чувствующий взрослый, да? В этом время ребёнок в очень глубокой связи с мамой. Когда в это время рядом с ребёнком находятся чувствующие взрослые, которые своевременно считывают эти желания и может удовлетворить эти желания, да? Ребёнок сохраняет контакт со своими желаниями и соглашается с тем, что его желания ценны. То есть если его желания значимы для значимого взрослого, да, взрослого, который заботится о нём сейчас, значит, желания ребёнка ценны. И он сохраняет с ним контакт. Ещё раз, маленькие дети на раз-два отказываются от себя в пользу взрослого. На раз-два, потому что видит во взрослом весь мир и потому что жизнь, физиологическая жизнь маленького ребёнка в руках взрослого. Поэтому между, если вдруг у ребёнка становится выбор, у маленького, да, неосознаваемый выбор между собой и значимым взрослым, выбор априори будет в пользу взрослого. Ребёнок будет выбирать взрослого. Если взрослый не угадывает из самых, может быть, хороших побуждений, да, там, воспитывает ребёнка по споку. Вот напишите, кто знает, кто такой спок, и кто воспитывал, растил маленьких своих детей по споку. Я одна из них, да, то есть на тот момент моего старшего ребёнка я воспитывала по книжке спока. Я не знала, как по-другому. Спросить у меня было не у кого. Ну, авторитет моей мамы, увы, ах, был совершенно не авторитетным, потому что у моей мамы было психическое заболевание. Она у меня вообще не до трёх лет, ей нельзя было взаимодействовать с маленькими детьми. То есть меня спросить не у кого было. Я опиралась на умную книжку Бенджамина Спока. Есть ещё кто-то, кто опирался на Бенджамина Спока? Соответственно, я все рамки и все травмы, которые можно было нанести в этих структурах своему старшему сыну, нанесла. Не то, чтобы было чем хвастаться, но иногда родители травмируют детей не из злости, а из лучших побуждений. Вот я, увы, ах, большинство травм своему старшему сыну, которые нанесла, нанесла из лучших побуждений. Ну вот как-то так. Да, я знаю, моя знакомая по сполку растила. Караул! Я сейчас оглядываюсь назад, я точно понимаю вообще, какой ужас. Из серии, когда ребёнок плачет, надо просто там, да, и хочет на ручки, надо просто переждать, дабы не приучать ребёнка. Я сейчас вспоминаю, и, конечно, ну, мне дурно становится, если совсем честно. Да, а вот с младшей было сильно не так. Младшая выношенная пока сама с рук не слезла. А со старшему, увы, ах, да. Ну, я могу быть очень умной, но тогда было по-другому. Моя знакомая, результат ребёнок маму вообще не отпускает. Есть разные результаты, и такой тоже, но они очень разные. Это потом я узнала, что спок своих детей не имел, да. Ну, вот так вот, да, в общем, нельзя. Так вот, я расписание, но старшая многого добилась. Да, у меня старший тоже очень многого добился. Есть такая большая история, и не буду сейчас глубоко уходить, из какой точки эти достижения. Эти достижения из, ну, из благости, либо это достижения из точки травмы. Вот это, оно потом аукается, оно потом. Старший очень многого добился. Это моя большая, ну, и гордость, и где-то, и где-то боль немножечко. Потому что я понимаю, с какой точки все эти достижения идут. Он очень многого добился. Он очень известный в своей сфере, очень известный человек, очень известный персонаж, очень-очень успешный. Ну, да ладно, мы сейчас про другое. Двигаемся дальше. Да, поэтому достижения, которые ребёнок добился на каком-то определённом периоде жизни, это ещё сильно не показатель. Сильный не показатель его счастливости в жизни, его чувство собственного достоинства без необходимости постоянно добиваться, достигать и что-то кому-то доказывать. Это сильно не показатель. Хотя, да, добился тоже много. Так вот, когда мам, когда значимые взрослые чувствуют эти желания ребёнка, считывают их и своевременно удовлетворяют, да, и постепенно оставляют место для удовлетворения самостоятельного ребёнка, у ребёнка сохраняется контакт. Иными словами, взрослый даёт такой посыл о том, что твои желания значимы, твои желания ценные, твои потребности нужны. Иногда, да, если ты хочешь, ты не одинок. Тебе можно чувствовать свои потребности, тебе можно выражать их. Смотрите, в этом периоде основные базовые навыки формируются. Формируются базовые навыки – это осознавать свои потребности, это выразить их, выразить, то есть, ну, понять, что именно я хочу, и предъявить в мир. То есть я хочу вот это, вот это и вот это. Я хочу вот этого, вот этого и вот этого. Предъявить мир – это значит, мне не стыдно об этом заявлять. Это окей, это ценно, что я этого хочу. То есть не стыдно хотеть, не стыдно заявлять, не страшно заявлять. Да, вот первое – осознать, выразить свою потребность, получить питание. Ну, да, если ребёнок просит там пить либо кушать, он это получает, это навык получить, да, организовать для себя это получение, усвоить и сказать «стоп», распознать насыщение. А теперь смотрите, ещё раз, мы говорим сейчас об очень глубине, об очень раннем периоде, да, когда это на уровне, я просто хочу вам показать, насколько это связано и что с этим делать. Когда это на уровне, на уровне маленького ребёнка, он, я чувствую голод, да, что сделать? Надо покричать «ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва». Да, мама дала там грудь или бутылочку, вкусненько, я это получил, есть связь, я это получил, поел, я, кажется, насытился, попробовать отказаться, отказаться и согласиться с тем, что да, это хорошо, когда я своевременно отказался, да, когда я взял ровно столько, сколько мне нужно, а не перебрал. Вот эти вот, да, так же самое там, я хочу на ручки, потом я хочу слезть с ручек, я хочу пить, я хочу слезть пить, я хочу спать, я хочу играть, а не спать. Да, меня тут укачивают полтора часа или три часа с вот такими вот глазами. И теперь смотрите, как это же самое, начинаете видеть, как это же самое, из раза в раз в жизни вы повторяете, либо не повторяете. Есть два, две основных, два основных сценария, когда ранены, когда ранены желания, когда раненая потребность. Первый вариант, когда раненая потребность, когда нету ценности, да, когда есть отчаяние и такая идея о том, что мои потребности нет цены. Это читается по лицу, это читается по телу, на социальном мужестве, я учу это читать, ну, потому что, когда человек предъявляет в социуме, важно смотреть на человека и понимать вообще, кто перед тобой стоит и на что, ну, кто на что способен, что называется. Я учу читать это, да, то есть можно увидеть. Так вот, есть один вариант, это человек, который считает, что, ну, он отчаялся, он отказался от своих потребностей, он отказался от своих желаний, это вот то, что писала прежде Татьяна, что если желания притуплены, довольствуешься тем, что есть, то есть человек отказывается, маленький ребёнок, он отказывается от своих желаний, он понимает внутри, что его желания не цены, что его желания незначимы, а значит, если желание это то, что делает вас с вами, то значит, я незначим, я не ценен, вот этим макаром, вот здесь точка соединения потребности с достоинством. Когда ребёнок делает вывод, это бессознательный вывод, он делает выбор в пользу взрослого, ещё раз, всегда, в раннем периоде времени, в раннем периоде развития, если становится выбор между взрослым и собой, ребёнок выберет взрослого, ребёнок откажется от себя, от своих потребностей. И ребёнок делает вывод, мои потребности не цены, мои потребности незначимы, то я незначим, А если я всегда знаю, что я хочу, это заслуга мамы. Да, во многом ей можно сказать спасибо. Мама либо того значимого взрослого, кто был с тобой в этом периоде. Если ты прям чётко всегда понимаешь, что это твои желания, это ты этого хочешь, и ты точно хочешь, это заслуга мамы. Можно сказать ей за это спасибо. Знаешь, из серии «Что бы ни было потом», и какие бы травмы мама не нанесла потом, её заслуга в том, что она родила, и в случае, если у тебя ещё сохранился контакт, точно контакт со своими истинными желаниями, можно сказать за это маме спасибо. Так вот, двигаемся дальше. Первый вариант, когда ребёнок отказался от своих желаний, считает себя внутренне. Это даже не мысленное осознавание, это где-то, ну, это в теле. Мы достаем это потом из тела. На социальной мужестве, когда человек говорит, так вот оно что, так вот оказывается, да, почему-то я, оказывается, тогда хотел вот этого и не смог получить, мне пришлось отказаться, теперь я из раз в раз выбираю желания других, а не свои. Потому что когда ребёнок, смотрите, механизм, когда ребёнок отказывается от себя в пользу другого, он выбирает другого. И вот этот навык выбирать себя, а не другого, либо наоборот, да, зарождается там. У меня буквально, буквально на днях была история, когда меня коллега попросила об услуге, коллега и подруга на самом деле, попросила об услуге, в чём такое, ну, как бы взаимовыгодные услуги, а я чётко понимала, что не хочу. Ну, вот у меня нет ресурса сейчас этим заниматься. От слова совсем нет. И я, наверное, несколько часов, если не полдня, прям дышала, потому что я понимала, что я сейчас выбрать её, ну, согласиться, да, на это предложение, это сохранить там и дружбу, и отношения, и быть хорошей подругой, да, и вот это вот всё вместе, ну, просто мне внутри становилось прям гаденько. А сказать нет – это тоже гаденько, потому что я тогда, ну, как будто бы перестаю быть там хорошей подругой, ну, не знаю, там, поддерживающей, ну, и так далее. И вот этот вот выбор мы всегда, когда говорим «да» себе, мы говорим «нет» другому. И если это пресловутое, знаете, там, научитесь выбирать себя, как-то очень позиционируется, как очень приятная история, говорит, да нифига подобного, можно 357 раз быть, да, там, знать, как это делать, и в очередной раз встать перед выбором между собой и кем-то другим, и очень тяжело. Я выбрала себя, я отказалась. Я отказалась, хотя мне коллега говорила там, что, блин, Света, я так рассчитывала, я так надеялась, мне это горит, мне это надо. А я объяснила просто простую штуку, говорю, я настолько не хочу это делать, что хорошо, я просто этого не сделаю. Но я не смогу сделать хорошо ту работу, которую нужно было сделать, из-за того, что я не хочу. Вот я очень чётко была в контакте с тем, что я не хочу. И, блин, простите за сленг в прямом эфире, это было очень сложно. Это было мега сложно. И я отношусь к тем, у которых потребность и достоинство в желаниях было сильно-сильно нарушено и сильно-сильно разрушено. Я-то как раз отношусь к той структуре, которая, вот, ранняя структура, которая отчаивается и отказывается, да, в базе своей заложена программа отчаиваться и отказываться от себя и выбирать другого. Для меня выбрать себя в отношениях с достаточно близкой коллег, подругой, коллегой было очень сложно. Но вот эти вот тонкие моменты, когда мы кого-то предаём, либо мы предаём себя, либо мы предаём друг друга. Зарождается это вот в этом моменте. Это вы рассказываете на шоковое или социальном мужестве? Это социальное мужество. Это я рассказываю на социальном мужестве. Это этапы развития, этапы формирования. Шоковое – это чуть другое. Шоковое рубит достоинство. Если у человека включается шоковая травма, то достоинство рубится. Потому что достоинство напрямую связано с ценностью жизни. Но все этапы формирования мы проходим на социальном мужестве. У меня этот отказ от себя в пользу другого, знаю, умею, практикую, сейчас воспринимается как предательство себя. Катя у меня тоже, да, сама себя предала, потом переживаю болезненно, это телесно. Так вот я, кажется, пришла к тому, наконец-то после стольких лет работы, что я выбираю себя. Я выбираю, ну, кажется, я научилась. Это было очень неприятно, это было болезненно, но я прям так понимала, что я предаю себя, если я соглашаюсь, что я выбрала предать её. Я не очень знаю, это про предательство ли, там есть свои нюансы, но тем не менее. Видишь-ка, мне не понравилось сказать, что я выбрала. Знаешь, как говорить, что я предаю себя, как-то всё-таки приятнее, наверное, чем говорить, что я предала кого-то. Но вот в том выборе между предать себя либо предать подругу, я выбрала предать подругу. Не знаю, делает ли мне это честь, но то, что для меня это было более здоровым решением, это прям точно. Окей, двигаемся дальше. Так вот, вот эта ценность желания напрямую связывается с достоинством хотеть, с правом хотеть, с правом выбирать себя. Ещё раз, не верьте тому, кто вам будет говорить о том, что выбирать себя легко и приятно. Последствия, да, я до сих пор считаю, что я это сделала правильно. Во-первых, а, я бы не сделала хорошую работу, потому что я была не в ресурсе, если бы я себя чувствовала, как будто бы я сама себя изнасиловала, просто вытащив из себя последний жилой, и мне очень этого не хотелось. Теперь, есть другой аспект в этой же структуре, в этом же этапе формирования. Да, есть аспект, когда ребёнок в чуть более отказывается, в чуть более позднем периоде, например, не 3-4 месяца, а 9 месяцев, годик, например. Всё ещё контакт с желаниями. И в этом периоде человек решает о том, что он остаётся в контакте с желаниями. Он остаётся, но у него уверенность о том, что ему всё равно не дадут то, чего он хочет. Это когда обманывают, когда родители обманывают, когда родители, ну, известный этот обман, показать конфетку, засунуть в рот кашу. Да, очень же известный. Ну, отвлекать, это больше по автономии. Когда родители обманывают, ребёнок принимает решение о том, что я не могу опираться на свои желания, потому что мир нечестен со мной. Да, мне лучше спрятать свои желания, потому что мир нечестен со мной. И идёт такой ещё, и ещё одна такая монетка в копилочку «Мне доверие миру». Я буду молчать и никому не говорить о своих желаниях, потому что мир нечестен со мной. И если я кому-нибудь скажу, это будет всё равно безболезно. Поэтому те, кто меня любят, догадаются. Вот такой вот глюк возникает. История о том, что и тогда, если человек не догадался о потребности другого, значит, он меня не любит. Когда я выбираю себя, мне часто говорят, что я эгоистка. Пусть говорят. Да, да, я могу быть эгоисткой. Знаете, что такое эгоизм? Вот это ошибочное явление, что эгоист тот… Во-первых, есть понимание, что здоровый эгоизм, что эгоист тот, кто хочет жить так, как он хочет. Вот это ошибочно. Тот, кто выбирает себя, не эгоист. Эгоист тот, кто хочет, чтобы другой жил по его правилам. Вот это большая разница. Есть те, кто живут по своим правилам. Их часто называют эгоистами, потому что они неудобные. Вот я отношусь к этой категории эгоистов. Я живу по своим правилам. Иногда мне бывает сложно следовать этому принципу своему. Иногда я тоже сталкиваюсь с тем, что чем дальше, тем реже. Мало у кого хватает, ну, уже не знаю чего, попробовать наехать на мои границы. У меня достаточно жёсткие границы. Но я живу по своим правилам. И если я для кого-то эгоистка, ок, да. У меня нету потребности доказывать обратное. У меня нету потребности быть хорошей для тех, кто считает меня эгоисткой. Я могу быть эгоисткой. Но на самом деле эгоизм – это не когда человек выбирает жить по своим правилам, а когда человек хочет другого подчинить, жизнь другого подчинить своим правилам. Вот это эгоизм. Ещё раз, разница, да. Здоровый эгоизм, если вообще эгоизм, это когда я выбираю жить по своим правилам. Да, я могу быть неудобной для кого-то, и меня назовут эгоисткой. Ок. А вот действительно эгоизм – это когда человек пытается другого заставить жить по своим правилам. Вот это эгоизм. Так вот, двигаемся дальше. Достоинства в желаниях. И тогда человек, отказываясь не от своих желаний, а отказывает заявить о своих желаниях, отказывается выразить. Помните, основные пять этапов, которыми человек осваивается, которые человек осваивает на этом, основные пять функций, которые человек осваивает, и в этом формируется его достоинство. Осознать свою потребность, выразить её. Вот если первый вид нарушения, вид фиксации – это человек отказывается осознавать свою достоинство, свои, простите, потребности, то во втором виде, в более позднем, если взрослые распознают потребность, но начинают обманывать, как один из вариантов, сложности выразить свою потребность, выразить, заявить о ней. Потом получить питание, то есть организовать для себя удовлетворение этой потребности. Усвоить, то есть нас суетиться и сказать «стоп», и сказать «мне дальше не надо, мне хватит». Второй вариант – это когда человек не говорит о своих потребностях, искренне считая, что тот, кто любит, должен догадаться. Причём, вы понимаете, эти люди настолько… Ну вот, не знаю, может, есть среди вас такие, которые искренне считают, что если мужчина любит, то он точно догадается, что надо дарить цветы. Или он точно выпытает, узнает, у кого-то там порасспрашивает, что вы хотите в подарок, или что для вас на самом деле нужно. Искренне на самом деле это считают. И задаёшь вопрос «а ты сказала об этом?» Или ты сказал об этом, о том, что для тебя важно? И человек на тебя смотрит и говорит «в смысле? Конечно нет! А кто об этом вообще говорит? Это же и так понятно! Ну, если человек меня любит, он точно будет понимать, что я хочу!» Настолько искренняя уверенность, настолько искренняя уверенность с какой-то глубинным таким убеждением, что другой человек должен угадывать. При этом внутри, за вот эту уверенностью, что человек должен, стоит огромная-огромная рана глубокого разочарования. И вот это потребно, чтобы кто-то угадал, на самом деле это попытка эту рану разочарования хоть как-то залечить. Потому что здесь же идёт установка о том, что раз мир меня обманывает, я недостаточно ценен для мира, я недостаточно ценен для этих людей. Раз мир не даёт мне то, что я хочу, я недостаточно ценен. То есть мир уже знает, что я хочу. Да, ещё раз, в ранней структуре, в ранней потребности ребёнок отказывается от своих желаний, теряет контакт со своими желаниями. Правда, идеально отказывается от себя, выбирая другого. Идеально угадывая желания другого. Идеально, в десяточку. Да, в более позднем структуре ребёнок продолжает чувствовать свои желания, но отказывается за них заявлять, считая, что я не важен, раз мир их не удовлетворяет. И в первом и втором случае человек связывает ценность себя, и в этом есть большая правда, ценность себя со своими желаниями. Либо отказываясь чувствовать её, либо отказываясь, либо постоянно желая, чтобы её кто-то подтвердил. Вот так вот будет. Правильно. Либо отказываясь от неё, отказываясь её чувствовать, либо постоянно ища подтверждение этой ценности. То есть без возможности опираться на себя, без возможности чувствовать это достоинство, без постоянного подтверждения. Что я вам предложу сделать? Блин, временем. Сейчас. Хорошо, пошёл. Внезапно повела поведение мужа. Его очень триггерит. Ты мне не веришь. Он постоянно сквозит в общении. Угадай, что я хочу сказать, делать. Перестала читать мысли его. Прошу всё время говорить ртом. Ругаемся. Знаете, я не видела твоего мужа. Могу предположить, что у него одна броя выше другой. И один глаз смотрит чуть-чуть. Один глаз, как будто бы, чуть-чуть больше. Ну, примерно вот так он будет смотреться. Вообще на жизнь. То есть, если ты будешь разглядывать его фотографию. Понимаете, можно, во-первых, предположить, как выглядит человек по тому, что написано. Во-вторых, если вы смотрите на человека, если вы умеете читать тела, вы смотрите на человека, и вы можете, поверьте, безошибочно, я более точной системы типизации, характеров не встречала. Не встречала. Могу предположить, что если ты возьмёшь фотографию мужа, или просто так посмотришь на него, и, ну, знаешь, как будто бы сделаешь вначале одно, потом другое, то один глаз будет казаться чуть-чуть больше. Это такое, да, вот это вот яркая структура, да. Когда он будет так, да, вроде и хочется, да ну нафиг. Вроде и нет. Вот это вот выражение. Да, и это просто его структура. Это его, ну, это в теле у него прошито, понимаешь, Кать? Это прошито у него в теле. Я вам предложу одну простую штуку. Я вам предложу одну простую штуку. Не будем сейчас долго… То есть сегодня мы говорили по вот это этапу формирования достоинства. Это всё прорабатывается с этим всем. Это прорабатывается не быстро, потому что это глубинные истории, да. Это, ещё раз, очень-очень ранний довербальный период просто поговорить здесь не работает. Здесь включаются мышцы. Попробуйте сделать простую штуку. В идеале это делать с партнёром. Это хорошо играть с детьми. Когда вам протягивают руку, и вы мизинцем хватаете палец. Мизинцем хватаете. Можете даже свой палец захватать. Бодинамика, конечно, да. Я про неё уже рассказываю. Конечно, Гульмир. Я более точных структур, более точной типизации характера, более глубокий и объемлющий не встречала ни в одной типизации, ни в одном подходе. При всей моей любви, я многие, многие, с многими методами знакомую, в некоторых методах тренер. Ну, вот большая моя любовь. Конечно, это бы динамика. Вот всё, о чём я говорю сегодня, это бы динамика. Попробуйте сделать простую штуку и почувствовать, что происходит в глубине вас, внутри. Ещё одну минуту, я отпускаю, вижу уже, что 10 часов. Да, спасибо. Мизинцем захватить палец. Мизинцем захватить палец и подтянуть к себе. То, что вы будете ощущать, вы будете ощущать замедление. Такое, как замедляется темп, как будто бы получается получить контакт с чем-то очень тонким-тонким-тонким и важным-важным-важным. Если из раза в раз вы будете это упражнение. Если с партнёром, вообще отлично. Мы много говорим на курсе «Социальное мужество». Вся, где всё «Социальное мужество» это такая точка пересечения, ну, для тех, кто знает эти направления, да, весь, всё «Социальное мужество», проект «Социальное мужество». Шесть модулей. Возможно, сделают до семи. Не знаю, ещё не решила. Ну, вот этот первый поток шёл в шесть модулей. Это точка пересечения знаний в бодинамике и системы, и системных расстановок. Точка пересечения бодинамики и системных расстановок. Вот это вот то, что даёт, да, расстановочный подход. То, что получается как будто, да, как будто подарок. Появляется уверенность и спокойствие. Как будто подарок получаешь. Привет, Светуль. Вот пробуйте вот это простое упражнение. Да, мизинцем. Дело в том, что в этом периоде идёт рефлекторное хватание, рефлекторное. И вот через вот это вот, в рефлекторном хватании у ребёнка, да, и потом он в процессе научается контролировать свои рефлекторные движения и управлять ими. И вот в этом вот, в самом первом, да, формировании контакта, рефлекторном хватании вы берёте и тянете к себе. Да, и появляются вот эти вот ощущения. Пробуйте повторять с собою, одним пальчиком, другим, с партнёром, очень хорошо работает, и вы постепенно будете выстраивать. Понятно, что это... Напомню, где можно посмотреть твои курсы на этот год и следующий. Хочу в СМ. Катюша, ближайший СМ 4 ноября, следующий СМ в мае 22 года. Это если про СМ. По-моему, в мае. Ну да, в мае не может быть раньше. В мае, в конце, в начале мая, в конце мая точно не помню. Так, расписание на год старты проектов вывешу в ближайшее время. Наверное, в следующей неделе на это не успею, потому что у меня завтра как раз последний модуль социального мужества этого потока. Так, спасибо, слушаю отрывками. Так не получается. Очень заходит. Как получается? Очень рада, что заходит. Прекрасно. Это было всё на сегодня. Пожалуйста, упражнения, которыми я делюсь, делайте. Они действительно действительны, они действительно меняют жизнь, несмотря на то, что они в бесплатных эфирах. Получаю очень много отзывов от тех, кто делает, о том, что это правда работает. Я в бесплатных эфирах даю работающие инструменты, а не воду. Это упражнение выстраивает… Вопрос, зачем это упражнение? Это упражнение запускает мышцы, отвечающие за навык чувствовать, за навык чувствовать своё желание, импульс и присваивать себе. Это одно из упражнений. Ещё раз, в раннем возрасте у ребёнка рефлекторное желание, когда и мышцы, включающиеся мышцы, связаны с психическими функциями. Я просто много про это говорила, почему-то решила, что все про это знают. Извините, не акцентировала на этом внимание сейчас. И вы, включая ту или иную мышцу, осознанно запускаете нужную психологическую функцию. Вот это движение помогает постепенно внутри вас, если вы будете внимательны к себе, постепенно, не с первого раза, у кого-то с первого раза получится, у кого-то с 357-го раза получится, выстраивать контакт с собственными желаниями, ценностью собственных желаний и право их удовлетворять. До 3-4 лет спала с мамой и держала ее за мизинец. Да, конечно, это тоже влияет, абсолютно верно. Все, прекрасно. На этом все. На сегодня мы чуть-чуть сдержались. Я с вами сегодня, на сегодня прощаюсь. Мы встречаемся с вами завтра в четверг в 9.20. Завтра мы с вами, если я правильно помню, говорим о том, как развить денежное мышление. Как развить денежное мышление. Про это будет завтра. Запланируйте быть. Сегодня я с вами прощаюсь. Сохраняйте эфир, делитесь эфиром с друзьями. Пока-пока.